Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что пришли сегодня. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, была ли диктатура Сталина неизбежной? Диктатура – да, диктатура Сталина – нет. Почему именно Сталину удалось заплатить власть? Умение пользоваться ситуацией и недооценка Сталина со стороны его оппонентов и противников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим об одном из самых сложных вопросов советской истории – о причинах и процессе утверждения сталинской диктатуры. Конечно, за полчаса невозможно дать исчерпывающий ответ на вопрос, почему в Советском Союзе установилась сталинская диктатура. На эту тему написано огромное количество книг. По этой теме издано огромное количество источников. Но, надеюсь, отталкиваясь от сказанного, можно будет дальше уже самостоятельно разобраться в этом очень сложном периоде нашей истории. Двадцатые годы – это самый интересный, с моей точки зрения, период советской истории XX века. Это время, когда, по словам писателя, поэта, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова, были даны все благодеяния и все преступления будущего. И, конечно, главный здесь вопрос, который встает при изучении политических, политической системы советской, как получилось так, что установилась единоличная диктатура, диктатура Сталина, и как в итоге получилось так, что в Советском Союзе стали возможны массовые репрессии уже в 30-е годы. И почему, собственно, Сталину удалось победить в борьбе за власть. Вот давайте с этого начнем. Кто такой Сталин в 21-22 годах? У него есть формальная должность – генеральный секретарь ЦК РКПБ. Тогда партия называлась «Российская коммунистическая партия большевиков». Сталин не являлся лидером партии. Вот должность генеральный секретарь – это не лидер партии. Это очень важно понимать. Это административная должность, на которую Сталина выдвинул сам Ленин, потому что организационной составляющей в руководстве партии, в ведении дел высших партийных органов не хватало. Что из себя представляли высшие партийные органы? В соответствии с уставом партии во главе партии стоял съезд. Съезд собирался раз в год. И, конечно же, решать оперативные вопросы съезд не мог. Еще раз подчеркну, что у съезда была в это время, до середины 20-х годов точно, пожалуй, даже до 27-го года, реальная политическая власть в руках. Между съездами высшим органом партии являлся Центральный комитет – ЦК. Но, опять-таки, в ЦК несколько десятков человек принимать оперативные решения он не мог. В условиях гражданской войны, когда оперативные решения нужно было принимать очень быстро, создаются три органа внутри Центрального комитета как раз для решения наиболее важных и требующих безотлагательной реакции вопросов. Это политбюро, политическое бюро ЦК. Это оргбюро, организационное бюро ЦК. Это секретариат ЦК, который готовил документы и предложения к заседаниям и политбюро, и оргбюро ЦК. И вот для упорядочения и систематизации работы секретариата и создается должность генеральный секретарь ЦК, который занимает Сталин. Надо сказать, что когда смотришь документы Центрального комитета партии, разных его отделов, времен гражданской войны и в момент завершения гражданской войны – это хаос. Вот когда приходит Сталин в качестве секретаря ЦК, то он этот хаос ликвидирует. У него организационные способности, способности к администрированию были действительно очень высоки. Ленин это ценил, и Ленин его именно в этом качестве и выдвигал. Итак, Сталин становится генеральным секретарем ЦК. При этом вскоре после этого назначения у Сталина возникает личный конфликт с Лениным. Личный и одновременно политический. Связанный с чем? Ленин после первого удара, первого инсульта в конце весны, в начале лета 22-го года отходит от активной политической деятельности. Он восстанавливается в горках под Москвой. А в это время идет работа по созданию Советского Союза, по объединению республик, где установлена в разное время советская власть, объединению республик в единое государство. И очень важно, должны быть принципы распределения полномочий между центром Москвы и регионами. Как известно, Сталин здесь занял позицию, согласно которой объединенное государство должно быть унитарным. И Ленин занимает, восстанавливаясь после удара, после инсульта, занимает очень резкую позицию против сталинской позиции. И только-только восстанавливаясь, проведя массу встреч с другими большевистскими лидерами, в том числе и со Сталином, и с Рженикидзе, и с Троцким, он формулирует совершенно другую модель объединения государств. Федеративную. На фоне этого конфликта по вопросу о том, как создавать СССР, Ленин замечает проблему, которая устанавливается большевистской партией в эти самые годы. 21-22 год. Это какая проблема? Бюрократизация. Здесь нужно понять, какая выглядела политическая система тогда. Формально, Советская Россия – это страна Советов. Высшая власть в государстве, не в партии, находится у съезда Советов, рабочих и крестьянских депутатов. Однако во время Гражданской войны власть Советов, в условиях именно военных, была отодвинута властью партии, и реальные политические вопросы решаются в партии, а не в Советах. Вот в этой ситуации в партии, большевистской партии, которая становится реальным механизмом осуществления власти, устанавливаются бюрократические тенденции. Это высшее большевистское руководство, включая лично Ленина, очень беспокоит. Он прямо так и пишет в письме, например, представителю наркомата юстиции Богданову. Да, там, накажите вы за эту поганую волокиту хоть кого-нибудь, без этого толку не будет. На самом деле, впервые эту проблему увидели и Ленин, и практически параллельно Бухарин, которые предполагали, что эта бюрократизация может стать худшей альтернативой возможности построения социалистического общества на пространстве бывшей Российской империи. Однако только позднее некоторые авторы, прежде всего сторонники Льва Давыдовича Троцкого, стали обнаруживать сходство процесса формирования бюрократии с процессом классообразования. Действительно, советская бюрократия, оформившаяся в 20-е годы, стала коллективным собственником всего, что есть в стране. А репрессии, которые развернутся впоследствии уже в 30-е годы, будут в значительной степени направлены, с одной стороны, против уничтожения даже потенциальной оппозиции, правящей бюрократии, а с другой стороны, для выстраивания такой единой структуры этого правящего класса, правящей группы, устраняющие даже потенциальную оппозицию и внутри нее. Эта ситуация осложняется тем, что война закончилась гражданская, вводится НЭП. Новая экономическая политика. Новая экономическая политика очень разочаровывает значительную часть членов партии. За что боролись, они говорят. Капитализм опять вводят. Это с одной стороны. И ряд людей уходит из партии. Из партии происходит отток. Но на этом же фоне вот некоторые идейные, может быть, фанатичные большевики из рядового состава уходят из партии, но зато в нее идут карьеристы, для которых партия — это политический механизм, карьерный механизм, для того, чтобы просто жить чуть-чуть получше. Одновременно проблема введения НЭПа и проблема, связанная с восстаниями, кронштадтским восстанием. Делегаты 10-го съезда партии в 21-м году отправляются подавлять кронштадтское восстание. Тот самый съезд, на котором было принято решение введения НЭПа. На этом же 10-м съезде Ленин в условиях вот этой непростой ситуации, восстаний, проблеме бюрократизма, проводит резолюцию о необходимости единства партии и, по сути, запрета фракций в партии. Для Ленина это был тактический маневр, необходимый в данный момент. В данный конкретный момент Ленин был блестящим тактиком политической борьбы. Но затем Сталин использует это решение 10-го съезда для того, чтобы любые попытки дискутировать с его позицией, объявлять нарушением этого решения, фракционностью, расколом партии и так далее. Он здесь разыграет блестяще несколько интриг, хотя сам при этом будет заниматься фракционной борьбой. Так вот, когда Ленин болеет, он разворачивает борьбу против Сталина, диктует в конце декабря 22-го, января 23-го года письмо к съезду знаменитое, где пишут, что Сталин слишком груб, и этот недостаток вполне терпимый между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека и рекомендует снять Сталина с поста генсека. Это письмо зачитывают на съезде. Но по делегациям не перед всем съездом с трибуны, и Сталин в условиях, когда обострилась внешняя угроза, в условиях, когда в стране ряд проблем, связанных с тем, что революционное движение в Европе заходит в тупик, неудачная революция в Германии только что происходит, попытка коммунистического переворота в Германии проваливается, в этой ситуации Сталин акцентирует внимание на единстве партии и говорит, да, вот я груб, да, но, так сказать, мы большевики, вообще народ грубый. И в итоге это предложение Ленина списывают на, ну, Ленин болел, Ленин как-то оторвался от жизни, в общем, зря он на Сталина так ополчился. И Сталин остается в должности генсека. Сталин, будучи секретарем ЦК, отбирает кадры. Что делает секретарь от оргбюро ЦК? Они предлагают назначение на должности номенклатуры, то есть на должности, которые назначались решениями этих партийных органов. На местном уровне, в центральном аппарате. И на эти должности Сталин и его ближайшее окружение проводят своих людей. И Ленин это замечает уже в 22-м году. А параллельно что происходит в партии? Многие старые большевики с дореволюционным стажем, пропагандисты, хорошо знающие марксизм, умеющие полемизировать, разного происхождения, из рабочих, из интеллигенции, этих людей к середине 20-х годов становится все меньше. Многие погибли на фронта гражданской войны. В партию во время гражданской и после нее приходит все больше людей с гораздо меньшим образовательным уровнем. Они искренние, многие из них. Они решительные, они имеют опыт военный. Но они не имеют опыта подпольной борьбы и не имеют знаний марксистской традиции, традиций большевизма. И Сталин опирается именно на эту когорту в своей борьбе с, прежде всего, Троцким. Борьбу эту разворачивает не один Сталин. Здесь к нему присоединяются Каменев и Зиновьев. Дискуссия разворачивается, так называемая литературная дискуссия вокруг статьи, а затем книги Троцкого об уроках Октября, где Троцкого обвинили в том, что он себя выпячивает на первое место. И почему в Троцком видели угрозу многие другие старые большевики? Троцкий ведь большевиком стал только в июле 1917 года. Троцкий обладал гигантским авторитетом как глава Реввоенсовета Республики и как человек, занимающийся организацией Красной Армии, и который вполне закономерно считался одним из главных организаторов побед Красной Армии в гражданскую войну. И он воспринимался как чужак, при этом полемист блестящий, при этом литератор блестящий. И все это вместе заставляет многих старых большевиков считать, что Троцкий представляет собой угрозу, что он метит в диктаторы. А Сталин таким опасным не представляется. И здесь очень важно сочетать, с одной стороны, вот эти процессы, происходящие в верхушке партии, на уровне персональных взаимоотношений между лидерами большевизма, а с другой стороны, то, что происходит в ее недрах. Вот это растворение старых большевиков-подпольщиков в массе политнеграмотных новичков. И они тоже становятся в значительной степени опорой затем для Сталина в будущей борьбе за власть. Здесь нужно немножко вдаться в теорию. Дело в том, что ведь большевики, производя революцию, воюя в гражданской, рассчитывали на революцию мировую. А мировой революции что-то все нет и нет. И встает вопрос, раз мы делали революцию в России в расчете на мировую, а ее нет, что делать дальше? Нужно продержаться, и нужно продержаться дольше, чем мы рассчитывали и в 17-м, и в 20-м, и даже в 23-м году. Это диктует другое отношение к месту советской России в мире. И это заставляет отвечать на вопрос, а как, собственно, жить в ситуации враждебного окружения, когда советскую Россию окруждают страны, руководство которых империалисты, буржуазия, спят и видят, чтобы уничтожить советскую Россию. Ну, с 22-го года уже Советский Союз. И вот здесь сначала Сталин тоже поддерживает позицию, согласно которой большевики должны просто продержаться до мировой революции. А затем уже он выдвигает концепцию, опираясь на произвольно выдернутые из ленинских высказываний, из контекста фразы, что социализм возможен в одной отдельно взятой стране. И вот это уже идеологическое новаторство Сталина. По сути, первое. И к ней Сталин впоследствии добавит еще одну вещь, что в процессе построения социализма в одной отдельно взятой стране классовая борьба не ослабевает, как сам Ленин писал в книге «Государство и революция», а усиливается. И, следовательно, борьба с врагами должна усиливаться. И, следовательно, репрессивный аппарат тоже должен в конечном итоге усиливаться. И вот здесь очень важно. Объективных условий для того, чтобы в Советской России и в мире возник социализм, в 20-е годы, конечно же, не было. И объективно, для того, чтобы страна не была захвачена, не была раздавлена враждебным окружением, которое не было сталинской выдумкой, это была реальность. Идея санитарного кордона Черчилля, когда Советская Россия должна быть окружена враждебными государствами, которые в удобном случае должны быть использованы для уничтожения этой раковой опухоли коммунизма в мире. Это терминология противников, конечно, Советского Союза. Так вот, это реальность. В Советском Союзе действительно нет современной промышленности. Целых отраслей не существует, которые необходимы. Энергетика в зачаточном состоянии, химической промышленности нет. Экономический скачок являлся объективной необходимостью. А осуществить его в условиях вот этого враждебного окружения можно за счет чего? Ресурсы-то ограничены, в долг никто не даст, только за счет эксплуатации своего собственного населения. Необходимость этого экономического скачка понимали все участники политической борьбы 20-х годов. Но они по-разному понимали, за счет чего этот экономический скачок можно осуществлять. И параллельно с дискуссиями об этом экономическом развитии в условиях враждебного окружения разворачивается борьба за власть в партии. Тут еще один важный нюанс, без которого понять причины победы Сталина невозможно. Большевистская партия, в отличие от распространенных среди ряда и историков и публицистов взглядах, никогда не была, как выражается один из этих историков, Юрий Слезкин, тоталитарной сектой. Большевистская партия основывалась на свободе дискуссий. До тех пор, пока решение не принято, любые тезисы обсуждались, дискутировали. Ни одно решение Ленина по принципиальным вопросам, начиная с 1917 года и даже раньше, не проходило без довольно ожесточенных дискуссий. Кстати, даже проходило не всегда. Ленину, например, не удалось в первый раз убедить партию в необходимости заключить мир на немецких условиях, знаменитый Брестский мир. После смерти Ленина эта свобода дискуссий в партии, что и заметил Троцкий и его товарищи, постепенно ограничивается. И в качестве лозунга «Почему это делается?» выдвигается как раз решение 10-го съезда о запрете фракций в партии и о необходимости единства в партии. А те, кто этому единству не следует, те как раз интерпретируются как раскольники. И очень важно, что все стороны в этой борьбе апеллируют именно к Ленину. Троцкий борьбу проигрывает, как я уже сказал, но после этого начинает расти недоверие между Зиновьевым прежде всего, а дальше и Каменевым с одной стороны, и Сталином с другой. И затем формируется фактически фракция, фактически фракция, так называемая семерка сталинская, в которую входят уже сталинские выдвиженцы прежде всего, плюс Николай Иванович Бухарин. А Каменев и Зиновьев наоборот, видя увеличивающийся раскол между собой и Сталином, видя то, что власть Сталина увеличивается, а их от реальных рычагов власти отодвигают постепенно, они переходят к Троцкому, и создается объединенная оппозиция, где уже Троцкий и его товарищи, Евгений Преображенский, Александр Константинович Воронский, целый ряд других деятелей выступают вместе с Зиновьем и Каменевым. Но у Сталина появляется в руках замечательный аргумент. Вы посмотрите на этих беспринципных людей. То они выступали только что против Троцкого, а теперь через год они выступают вместе с ним. Да где же их принципы? Этот прием Сталин потом будет использовать неоднократно. Себя демонстрируя как сторонника ортодоксии, как человека, имеющего принципы, а своих противников, наоборот, беспринципными интриганами. Хотя на самом деле, если посмотреть на саму суть этих дискуссий, дело-то обстояло, пожалуй, с точностью, да наоборот. Троцкий и его сторонники пытались вести борьбу в партии. Они дискутируют, они печатают свою продукцию, они пытаются выступать в правде, хотя свобода дискуссий все больше и больше ограничивается. В 1927 году Троцкий и его сторонники пытаются выступить публично на демонстрации в честь десятилетия революции в Москве. Но дело заканчивается тем, что их просто не пускают на Красную площадь. Один из сторонников Троцкого, Евгений Преображенский, получает ранение лица, и он говорит, утирая кровь с лица, что сейчас Сталин послал против нас своих хулиганов. Но скоро он против нас применит оружие пострашнее. В этом смысле слова Преображенского 1927 года окажутся пророческими. Что же происходило в экономической сфере в этой связи? Борются две линии, две дискуссионных позиции. Одна позиция – это позиция Бухарина, при том, что сам Сталин в экономические дискуссии не входит, а Бухарин на тот момент является сторонником Сталина. Это позиция продолжения НЭПа. Расширение НЭПа и использование НЭПовских механизмов для создания материальных условий для индустриального рывка. Это при том, что в 1927 году происходит съезд, на котором принимается решение у индустриализации, и в 1928 году объявляется первая пятилетка. С другой стороны, позиция Троцкого – главным экономическим глашатаем этой позиции был Евгений Преображенский, который выдвигает теорию первоначального социалистического накопления, суть которого заключается в следующем. Нужно за счет НЭПманов, за счет советской буржуазии, обогатившейся во время НЭПа, за счет крестьянства, причем не только кулачества, но и среднего крестьянства, осуществить перекачку средств в индустриальный сектор. Дискуссии на эту тему идут очень жаркие. В итоге сталинская позиция, которая будет осуществлена, будет принципиально отличаться и от той, и от другой. Когда левая оппозиция, Троцкий и его товарищи, будут отодвинуты от власти, в 1926 году с Троцкого выводят из состава Политбюро, сам Троцкий отправляется в ссылку, а уже в январе 1929 года будет принято решение о высылке Троцкого за границу СССР. Можно иногда встретить вопрос, а почему Сталин тогда не решился с Троцким расправиться? Сталин тогда не может расправиться с Троцким физически. Троцкий всемирно известный революционер. Троцкий творец побед Красной Армии, так он воспринимается. И в Советском Союзе за пределами. Но многие сторонники Троцкого оказываются и в тюрьмах, и в ссылке. Но как только Сталин разбирается, в кавычках, с левой оппозицией, он разворачивается против своих прежних союзников и начинает настаивать на необходимости форсированной индустриализации. Что, надо сказать, приводит к огромному количеству неудач в первой пятилетке. Первая пятилетка ведь в значительной степени провалилась, бесплановые показатели не были достигнуты. Но, с другой стороны, откуда брать средства на эту индустриализацию? И решение Сталина будет форсированная коллективизация. 5 января 1930 года принимается решение, после уже давления на крестьянство в 1928-1929 годах, принимается решение о сплошной коллективизации. И начинается террор, самый настоящий террор, который призван что сделать? Запугать крестьянство и обеспечить наиболее гладкое проведение коллективизации. Зачем нужна коллективизация? Это, если называть вещи своими именами, изъятие ресурсов у деревни, прежде всего продовольственных ресурсов, которые с помощью нормальной НЭПовской экономической политики, с помощью товара обмена, с помощью купли-продажи получить не удается, потому что у государства нет должных промышленных мощностей, чтобы крестьянам было что покупать. Поэтому крестьяне, особенно когда цены на сельскохозяйственную продукцию падают на рынке, они, особенно кулачество действительно и зажиточное крестьянство, они не продают свою продукцию. И если до этого момента на добровольной основе в колхозы объединено 7-7,5% крестьянства, то после принятия решения о сплошной коллективизации за два месяца цифра доходит почти до 60%. Но это происходит за счет террора, за счет насильственной коллективизации. И это приводит к протестам. Это приводит к крестьянским выступлениям. Это приводит к массе панических донесений смес со стороны партработников о том, что происходит нечто чудовищное. Людей выгоняют голыми на улице. Крестьяне рубят собственную скотину, чтобы не сдавать ее в колхозы. И в этих условиях Сталин, это очень интересный политический момент, резко перестраивается. 3 марта 30-го года Сталин пишет статью, и она выходит, о головокружении от успехов. И заявляет об искажениях и перегибах проведения коллективизации. И ответственность возлагается на местных исполнителей, которые якобы нарушили принцип добровольности вступления в колхозы. Хотя насильственный принцип коллективизации спускался с самого верха. Вот это перекладывание ответственности на подчиненных, по сути дела, на крайних, это характерный стиль сталинского руководства и сталинской манипуляции. В условиях начала форсированной коллективизации, в условиях проведения той политической и экономической линии, которую Бухарин считал категорически неприемлемой, он идет на контакт от отчаяния с своими прежними противниками, с троцкистами. И эта информация доходит до Сталина. И Сталин получает блестящий способ. Во-первых, он действительно искренне, видимо, обижается на Николая Ивановича Бухарина, так сказать, за предательство. А это он не прощал. Даже подозрения в нелояльности он не прощал. А тут прямо-таки переход на сторону противника, можно сказать. И он использует это для дискредитации Бухарина. Бухарин только что клеймил троцкистов, а теперь он с ними за кулисами тайно встречается против сталинского руководства, чтобы союз создать. И вот этой дубиной Сталин громит оппозицию. И вот с этого момента, 29-й год, год великого перелома, потому что это год перехода к форсированной коллективизации. 29-й год – это год установления единоличной сталинской диктатуры. Она еще не бескрайняя. Еще сохраняется в политбюро элементы коллективного руководства. Это видно, кстати, по подписям. Сталинская подпись в эти годы, 29-30-й, того же размера, что подписи его соратников. А если мы перелистнем чуть подальше, мы увидим, как Сталин расписывается в центре документа, а где-то по бокам меньшего размера будут подписи его ближайших сторонников, его ближайшие опоры. Уже сразу понятно, кто тут первый, и первый уже не среди равных, а просто первый. Вот даже на таком уровне это заметно. Коллективизация, ее насильственный характер также параллельно сопровождался репрессиями, причем превентивными репрессиями, против других слоев населения, которые считались нелояльными. Сроки небольшие пока. Три года это считается астрономический срок. В 1928 году проводится дело Шахтинское, где представители буржуазных специалистов, буржуазных так называемых инженеров с дореволюционным образованием обвиняются в том, что они сознательно производили саботаж, что они являлись вредителями. Вредители — это словечко того времени. Затем уже более масштабно проводится дело промпартии Союзного бюро меньшевиков, где используется тот же метод о том, что якобы в недрах советских органов бывшие меньшевики, бывшие эсеры создали подпольную организацию с целью свержения советской власти и даже подготовки интервенций. Дело весна, по которому репрессиям подвергается целый ряд военачальников, командиров Красной Армии, прежде всего те, кто до революции получил офицерские звания, в частности, закончил Академию Генерального Штаба. Эти процессы проводятся и создается тем самым тоже идеологический фон для того, чтобы показать, что не только внешний враг окружает Советский Союз, но есть мощный, сильный враг внутри страны, против которого нужно объединиться, консолидироваться, а те, кто выступает против этой консолидации и объединения вокруг вождя, это предатели, это агенты врага. Вот эта логика осажденной крепости, которая имела объективное основание, потому что действительно Советский Союз во враждебном окружении, что ж, греха таить, это правда, но она максимально гиперболизировалась и использовалась в должном идеологическом ключе Сталином для укрепления личной власти, для утверждения жесткой иерархии в номенклатуре, подчинения низшего уровня высшим. И Сталин ту линию проводит еще с середины 20-х годов, когда фактически на местном уровне партработники теперь не избираются, а назначаются сверху. И таким образом демократическая структура партии меняется. И чем дальше, тем больше на съезд попадают нужные люди, потому что вот эта номенклатура большей частью контролируется сталинским аппаратом. Без этого контроля осуществить вот этот приход к единоличной власти в конце 20-х годов Сталину было бы невозможно. И надо сказать, что вот эта политика жесткого давления, трагическая политика коллективизации, вызвавшая немало жертв и противостояние со стороны деревни, она вызвала даже у многих бывших сторонников Сталина оппозиционное настроение. Но к тому моменту механизмов влияния ни на партию, ни на общество у них нет. Никакого социализма на тот момент, как мы сейчас понимаем задним числом, построить было невозможно. Но при этом страна действительно нуждалась в индустриальном промышленном рывке, чтобы не стать полуколонией или колонией, потерять суверенитет. То, какими методами этот рывок был осуществлен, это решалось в 20-е годы и победила здесь сталинская линия. Идеология Советского Союза, несмотря на установление сталинской диктатуры, основывалась на гуманистических ценностях коммунизма, на равенство людей, необходимость обеспечения равенства, в чем равенство не в смысле уравниловки, а равенство возможностей для самореализации каждого человека, на идеалах, опять-таки, вроде бы демократии, повышения культуры, ликвидации безграмотности и так далее. И это параллельно с утверждением диктатуры и страшными картинами коллективизации тоже происходило. И это создает неодномерную картину истории советского общества. Для многих старых большевиков, которые понимали, что много идет не так, совсем не так, как они считали, и не так, ради чего они делали революцию. Но, тем не менее, вот этот энтузиазм и то, что все-таки страна меняется, заставляло многих из них отказываться от оппозиции. И поскольку вся их жизнь была связана с историей партии, отказываться от своих оппозиционных взглядов и склоняться перед сталинской линией. Не потому, что они были трусы, а потому, что они хотели, как писал Пастернак, ну, разве я не мерюсь с пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней. Вот хотели быть вместе, не со Сталином, а вместе с народом, который и через трагедию, и через, в общем, страшные картины, но, тем не менее, строит своими руками свое будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok